Самый большой флаг Российской Федерации побывал и в Карачаево-Черкесии. Участники проекта «Ломоносовский обоз» Грозный Крым посетили республику и развернули его на склонах гор Авдамбай. Триколор занял площадь в полторы тысячи квадратных метров. Подробности в репортаже Аслана Гирюгова. Россия! 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 Ура! Мы это сделали! Данный проект посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Одной из важных идей является празднование юбилея победы в войне и развитие патриотизма среди молодежи. Участники проекта принесли с собой не только самый большой флаг России, но и частичку вечного огня, который был взят с поклонной горы в Москве. Проект у нас направлен на развитие междунациональных и межэтнических отношений, развитие патриотики в каждом студенте, в каждом гражданине России. В этом проекте поехали 50 талантливых ребят, талантливых студентов. Это победители проектов Международного ломоносовского клуба, грантовой системы ФАДН и Росмолодежи. Ребята очень-очень хотели поехать. Я думаю, что впечатления, которые они здесь испытали, останутся в их жизни, наверное, до конца. В 12 часов по московскому времени участники проекта установили рекорд Гиннеса, развернув самый большой флаг России, площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Впервые он был во Владикавказе, а в Донбай удалось повторить данный подвиг в более тяжелых условиях. Никто из туристов не мог пройти мимо, не обратив внимания на данную акцию. На самом деле, в прошлом году вся страна готовилась к празднованию 75-летия Победы. Мы, как организация, которая занимается уже более пяти лет работой с талантливой молодежью, в том числе в патриотическом плане, решили, что мы не можем остаться в стороне от этого праздника. И весь проект проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Мы занимаемся, наверное, делаем самое главное. Через Победу говорим о межнациональном единстве, о том, что все народности и все национальности должны приложить абсолютно все усилия для того, чтобы не было войны, чтобы не повторились истории с терроризмом и чтобы экстремизм не распространялся в Российской Федерации. Помимо этого, было отмечено, что данная акция способствует развитию туризма в нашей республике. Каждый участник, возвращаясь домой, расскажет о красоте природы Карачаева-Черкесии. Развитие туризма, ну, конечно, тут, наверное, так подспудно немного, потому что вот даже туристы, которые видели, как раскрывался флаг, который скандировали Россия, Россия, да, для них это важно понять, что здесь, находясь где-то далеко от дома, они все равно дома. Но в большей степени это, наверное, даже скорее для направления молодежной политики и патриотического воспитания, когда мы можем сказать, что мы являемся продолжателями тех славных заветов и идей, когда мы можем, собравшись вместе, объединившись, сделать что-то. Завершив акцию в Донбай, Ломоносовский обоз направился дальше в сторону Крыма. Многим участникам поездка в нашу республику запомнилась не только красотами, но и гостеприимством. Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Донбай.